Сегодня я расскажу вам о взаимосвязи между наукой и человеческими ценностями. Принято считать, что по вопросам морали, вопросам добра и зла, хорошего и плохого... Ну я-то стримлю по 10 часов каждый день. По таким вопросам наука никак... Я заслужил хотя бы 8 человек. ...по официального суждения не имеет. Считается, что наука может помочь нам получить то, что мы ценим, но она никогда не сможет сказать, что нам следует ценить. В следствии этого большинство людей, и я полагаю большинство из присутствующих здесь, считают, что наука никогда не даст ответа на самые важные вопросы человеческой жизни. Ради чего стоит жить? Очень важный вопрос. Ради чего можно умереть? Очень важный вопрос. Что считать за правильный образ жизни? Очень важный вопрос, конечно же. Самый важный вопрос в философии. Вот они. Нет. Я собираюсь доказать, что обособленность науки и человеческих ценностей — это иллюзия. Более того, опасная иллюзия на данной стадии истории человечества. Часто можно слышать, что наука не может предоставить основу для морали и человеческих ценностей ввиду того, что наука имеет дело с фактами. А у фактов и у ценностей есть свои, по всей видимости, отличные друг от друга ареалы воздействия. Считается, что ни одно описание мира, так как он есть, не может утверждать, каким мир должен быть. Я думаю, однако, что это совершенно очевидное заблуждение. Ценность — это некий вид факта. Это факт, касающийся благого самочувствия, наделенных сознанием субъектов. Ой, ну круто. Мы дали такое своеобразное, в общем-то, определение морали, и все, все работает теперь. Все, наука теперь может все определять. Я предлагаю сделать наоборот. Смотрите. Сразу к науке все приводить. Морально — то, что научно. Давайте так сразу. И поэтому наука может определять мораль. А че нет-то? Че нет? Несем моральных обязательств перед камнями. Почему мы не чувствуем сострадание по отношению к камням? Да потому что мы считаем, что камни не могут испытывать страданий. Уж если наши собратья-обезьяны волнуют нас больше, чем насекомые, а это действительно так, так это от того, что мы полагаем, что у них более широкий спектр возможных состояний, от счастья до страдания. Здесь важно заметить, что данное утверждение — это заявка на некий... Гильотина Юма будет? Ее вообще можно обойти? Он ее уже... озвучил. Есть не может переходить в должен, он это уже сказал. Но не объяснил, почему, правда. Ну, просто можно так, все, да, потому что там мы должны стремиться к счастью. А счастье там определено, в общем-то, нашей биологией. Все, как бы, как бы все. Наука может, все, пошли нахер, как бы. Какие факты? А такого рода утверждения допускают правоту или неправоту автора, и если мы ошибочно связали уровень сложности организма с его способностью ощущать состояние, то тогда мы можем ошибаться и по поводу внутренней жизни насекомых. Я никогда не встречал ни одного, ни одного понятия, ни одной интерпретации человеческой морали или человеческих ценностей, которая бы, рано или поздно, не затрагивала сознательные ощущения и их... Чем определена наша биология? Учебникам по биологии, уважаемые. Учитим от счастья. ...возможные изменения. Даже если вы черпаете ваши ценности из религии, даже если вы уверены, что категория добра и зла в конечном счете влияет на посмертное состояние, будь то состояние вечного влаженного счастья или состояние вечных адских мук, вас всё равно волнует сознание и его изменения. А утверждение о том, что эти изменения продолжаются и после смерти, само по себе есть заявка на некие факты, и такое утверждение, естественно, может оказаться верным или неверным. Если уж говорить об условиях, при которых человек испытывает благое самочувствие на Земле, то тут известен непрерывный спектр таких фактов. Мы знаем, что человек может жить в условиях недееспособного государства, где разрушены все системы, какие только можно, где матери не в состоянии прокормить детей, где у незнакомых людей нет общей основы для мирного сотрудничества, где людей убивают, не разбираясь. Мы знаем, что можно двигаться вдоль этого непрерывного спектра в сторону намного более беззаботного места, где даже рождается такая конференция, как TED. Мы также знаем, мы знаем, что есть правильные и неправильные ответы на вопрос о том, как следует изменяться внутри этого спектра. В смысле? Ну, я не знаю, как нужно правильно изменяться в этом спектре. Давай. Вот хорошо будет, если заразить воду холерой. Нормально. Мы не поддерживаем. Сэм Харрис пишет вроде как троцкист. Не знаю, не знаю. Ну, не знаю, можно попробовать заразить воду холерой. По-видимому, нет. Ну, то есть, смотрите, мы приходим такие вот, в общем-то, в зал, и мы риторически знаем, что, ну, никто не хочет, чтобы вы заразили воду холерой. И спрашиваем, это будет хорошо? Все ответят нет. А ну, спросите вот у ребенка, будет хорошо, если я отберу у тебя игрушку? Ребенок скажет нет. Нормально. Ну, то же самое. Клевая риторика. А хорошо будет, если все начнут верить в дурной глаз. Дурной глаз. А потому каждый раз, как стряслась беда, начнут винить своих соседей. Вообще плевать. Видимо, ему нет. Есть истины, которые необходимо познать. В смысле истины? Касательно того, что приносит человеческому сообществу благоденствие, независимо от того, понимаем эти истины или нет, мораль связана именно с этими истинами. Значит, разговор оценный. Ну, то есть, вот он сейчас пытается... Здесь вообще никакой науки, в общем, нет. Пока вот вообще никакой науки даже вот чуть-чуть не было, но прикольно. Это разговор о фактах. Конечно, есть много уровней понимания нашего сегодняшнего... Ну, то есть, давайте еще вот так про факты, ребят. Ваши разговоры про факты. Что это такое? Это разговоры о текстовых, в общем-то, записях тех людей, которые якобы эти факты открыли. Вы эти факты не видели, вы их не представляете, вы не видели статистику, вы не занимались сбором статистики, вообще ничем не занимались по отношению к этому факту. Вот у вас фраза итоговая в книжке ученого написана, и вы к ней апеллируете. Ну, либо к статистике, которую вывел ученый, неважно, хорошо он ее собрал, плохо ее собрал, вы это даже вряд ли проверите. И вы к ней апеллируете тоже. Вот вам факт. Факт. Мужик какой-то что-то написал, вы этому поверили, и о, это факт. Факт. Давайте разговаривать о фактах. И все ученые, они, по сути, ну, они не разбираются в работах друг друга чаще всего. Есть группа специалистов, которые варятся в одной теме, например. Их не очень много, их не тысячи, их не миллионы, порой сотни. В некоторых дисциплинах их десятки, специалистов хороших по всему миру даже. То есть, здесь очень редкие дисциплины такие. Что с этим делать? Как с этим вообще быть? Как с этим вообще бороться? И вот они вам, вот эти вот десятки, иногда сотни человек, подготавливают вам факты. Факты. Они записывают их так вот весело, замечательно. И вы будете верить уже. Вот, вот это научный факт. Это научный факт. Еще вряд ли кто-то проверить сможет. Чем меньше, в общем-то, специалистов в той или иной области занимается той или иной проблемой, тем меньше шанс, что вот это вот утверждение кто-нибудь проверит. А если вы еще очень авторитетный дурак-ученый, который может вообще любую херню написать и пройдет это, то нормально, нормально, нормально. Кстати, а ведь есть метанаука, ученые, которые разбираются во всех науках, и это философы. Ну, условно можно сказать так, что в рамках философии есть метанаучные направления. Не все философы ставят своей целью разбираться во всех науках. Во-вторых, они не разбираются в этих самых науках на уровне самих ученых. А в-третьих, они не проводят опыты, эксперименты. Они работают прежде всего с текстовой информацией. То есть, вы должны понимать большую разницу. С одной стороны, получать факты, интерпретировать их, как это делают непосредственно ученые, которые составляют вам этот факт. То есть, фабрика фактов существует, да. Кто-то на этой фабрике фактов готовит вам факты эти замечательные, а потом кормит их, в общем-то. Ой, ждем фактоид. Сейчас я не знаю, что такое фактоид, в принципе, кстати. Так вот. Ученые, которые разбираются во всех науках, ну, то есть, философы, они могут разбираться все это на текстовом уровне. На уровне фактов уже как бы нет. У философов есть мыслители эксперимента. Ну, отлично. ...тоднешнего мира от уровня генома человека до уровня экономических систем и политического устройства. Но если обсуждается благое самочувствие человека, то... Благое самочувствие человека. Смотрите, да, прикольно. У нас цель. Благое самочувствие человека. Клевая этическая цель. Ну, то есть, проблема-то заключается, правда, в том, что значительное число этических систем не нацелено на благое самочувствие человека, в принципе. Ну, то есть, почему мы внезапно вдруг взяли так... Ну, да, мы взяли такую вот, в общем-то, аксиому, что вот наша этическая цель – это благое самочувствие человека. А в таком случае наука может действительно помочь. Но он сейчас действительно еще и напутает, с одной стороны, науку и практику. Там, не знаю, медицину к науке причислить, причислить технику к науке, там, инженеров, всех науке причислить. Хотя инженеры, по большей части, физики, теоретически разбираются хуже намного самих физиков. И могут быть как рыбников, например. Рыбников – кандидат или доктор технических наук, вообще-то. Не забывайте об этом. И в технологиях он шарит. Ну, и ввиду этого, ну, получается, не, благополучия-то тогда не будет, если накачать человека наркотиками, и мы это не поддерживаем вообще-то здесь. Да, надо это помнить. Ну, если легкими наркотиками, может, тоже это, это, может быть, поддерживалось бы. Вот тут речь неизбежно заходит о мозге человека, поскольку известно, что наш... О, Горилла, приветствую. Мы смотрим, мы смотрим, смотрим видео. Ну, мы уже нашли несколько ошибок таких, в общем, таких специфических. Ну, во-первых, какие-то факты. Ну, и потом, может, пересмотришь вот до 4 минуты вот эти вот, которые начались, и отмотаешь там минут на 10 назад. Вот, посмотришь. Ну, сейчас продолжим, продолжим подробно рассматривать, потому что тема интересная. Наше восприятие мира и своего места. Во-первых, мне не нравится, что вот он благое самочувствие человека, вот, просто постулировал, постулировал как цель, как цель этическую, как единственную этическую цель. Некоторые греческие философские учения поступали действительно таким образом. Он просто выбрал удобное определение для себя. Ну, ну, да, круто, клёво. Только учёный в данном случае занимается не наукой, а философией. Такой, причём, банальной этической философией в самом простом разрезе. Ну, круто, клёво, что я могу сказать. Решаем этические вопросы и проблемы. Очень круто. ...место в нём реализуется через мозг. Салам, метафизическая горилла, салам. Что бы ни было после смерти, даже если террористу-смертнику в загробной жизни действительно уготовано 72 девственницы, в этой жизни его личность, надо сказать, достаточно плачевная личность, является продуктом его мозга. Значит, влияние культуры, если уж... Нет, если у него есть душа, если он всё-таки окажется где-то вот там вот за пределами Вселенной, если у него есть душа, то продукт... Сейчас. То мозг является продуктом этой самой души, получается. То есть, если мозг вторичен, если мозг вторичен по отношению к душе, и потом душа отправится непосредственно в рай и к девственнице, в этом замечательном, ну, то всё как бы. Наука, как обычно, на коленях молит о пощаде. Просто есть трансгуманистический гедонист Дэвид Пирс, который предлагает развивать технику, чтобы потом научиться нас накачивать кайфом без отходников и ломок. Ну вот, да, тоже вот такая вот концепция, чисто этическая получается, и она вполне согласуется со взглядом Сэма Харриса. Если нету отходников, ломок, если заболевания потом от этого не возникают, ну, в принципе, постоянно находиться в наркотическом состоянии при таком определении этической цели вполне адекватно. Ну, то есть, вот это цукьеме великое, которое Мадара организовывал, клёво, супер, мы находимся в благополучии, нам замечательно, всё. Проблема решена. Она на нас влияет, а это... Только проблема в том, что всё это вытекает из одного простого предположения в самом начале, о том, что вот вообще вот это является целью нашей. Действительно так происходит через влияние на мозг. Поэтому любые культурные различия по вопросу о том, что приносит людям благоденствие, можно, в принципе, разъяснить в терминах успешно развивающейся науки о разуме, неврологии, психологии и так далее. Особенно психологии. Итак, мой тезис состоит в том, что ценности сводятся к фактам, к фактам о сознательном опыте, наделённых сознанием субъекта. Ценности сводятся к фактам о сознательном... Соответственно, мы можем себе представить всё... А кто нам эти факты предоставляет? Какая наука предоставляет нам эти факты? Ну, то есть, какие специалисты продуцируют эти факты? На какой фабрике фактов всё это, в общем-то... Да, with facts and logic. Да, действительно, так и получается. Всё сводится к фактам. Хм, а всякий ли факт, так называемый, должен принадлежать науке? Тоже непонятно. А если всякий факт должен принадлежать науке, ну, то есть, я не могу сам зафиксировать какой-либо факт, например. А это должен делать обязательно учёный, специалист, который владеет научным методом. В таком случае, какая наука занимается фиксацией таких фактов, я просто вот не знаю. Ну, нейрофизиология, может быть, действительно этим занимается. Ну, правда, это очень смешанная такая проблематика, включая эстетику, этику. Они занимаются тоже этими проблемами профессиональной этикой. Ну, может быть, там, не знаю, поспрашиваем нейрофизиологов о, не знаю, этических системах Канта, например. Ну, поспрашиваем. Если они не разбираются, то какие они специалисты в этике-то? Вопрос в чате. Интересно, каких философов читал Мадара? Есть ли в миру Наруто философы и философские споры? Вообще-то, там есть мудрец шести путей. Не забывайте. Ну, как я понял, у них каждая деревня представители какой-то такой специфической, околофилософской и моральной школы. То есть у каждой свои, в общем-то, критерии. Счастье. Счастье, праведность, как себя вести надо тоже. Такие вот этические установления у каждой деревни свои. Поэтому, ну... Просто это не проговаривает с автором. ...вознообразие возможных изменений в ощущениях у этих субъектов. Я себе это представляю как некий ландшафт морали, с вершинами и низинами, которые соответствуют разным уровням благого самочувствия, наделенных сознанием творений, как на личном, так и на коллективном уровне. Сразу же отмечу, что, вероятно, есть такие состояния благого самочувствия человека, которые мы редко достигаем, которые мало кто достигает. Да, он, скорее всего, Макеавелич стал пишет «Метвизиское горилло». Да, наверное. ...открытие нам еще предстоит. Возможно, некоторые из этих состояний будет уместно назвать мистическими или духовными. Возможно, имеются прочие состояния, которые нам недостижимы, в силу особенностей строения нашего разума, но, возможно, достижимы для других видов разума. Строение нашего разума. Разум. Этот мистически замечательный, потрясающий разум, который вот из чего-то состоит, да. Да, напоминаю, да, 12 категорий, конечно же, но мы же кантианцы все, когда мы наукой занимаемся, мы занимаемся кантианством непосредственно. Поэтому у разума есть определенные, в общем-то, устройства. Какие-то категории там разума чистого, да, появляются, ну, непосредственно. Мы же ученые. Поэтому мы постулируем разум. Он же эмпирически подтверждается. Ну, вот так вот щелк, все, мы подтвердили эмпирическое существование разума. Это факт. Покажите мне пальцем, пожалуйста, на разум. Покажите мне какие-нибудь научные работы, которые занимаются непосредственно разумом, причем вот как реальным физическим каким-то объектом, предметом. Что такое разум? Понятно, что это какая-то абстракция же, да. Какого черта человек такого сиентического, сиентической направленности вдруг начинает заявлять что-то о разуме? Понятно, что он типа рационалист, и поэтому разум это часть его веры такой абстрактной. И он постулирует наличие этого разума, хотя подтвердить его никак нельзя. Такие вот базисные положения. Прикольно. Позвольте прояснить то, чего я не утверждаю. Я не утверждаю, что наука безусловно... Как человеку вообще в голову может прийти и отправить всех в наркоиллюзию? Вот вы посмотрите на это видео, и поймете. Ради счастья это настолько мозговыворачивающе, что понять трудно. Да вы посмотрите на это видео, уже все, уже можно помещать. Так, второй ребенок, это как к этике относится? Ну, это можно отнести к этике, ну, допустим, если вы нищий, например, очень нищий, крайне нищий, у вас один ребенок, и он не кушает вообще, в принципе, потому что вы очень нищий, и вы не кушаете, и ваша жена не кушает. А жена, может быть, умерла, и вы ее уже скушали. В общем, да. Ну, только в таком случае, да. Кстати, второго ребенка вы тогда с женой не заведете, потому что она мертва. Простите. Ну, в общем, нет, жену еще не докушали, допустим. Ногу ей отрезали и скушали ногу, допустим, только. В таком случае, наверное, второго ребенка заводить точно не стоит. А если у вас все хорошо, если у вас благополучная семья, если все, ну, прилично, если вы там друг друга не колотите постоянно, то вопрос о том, завести второго ребенка или нет, он, по-моему, не является этическим. Ну, то есть, это не хорошо, не плохо, не нейтрально. Хотите завести, заводите. Хотите не завести, не заводите, как бы. Расходы этой конференции полностью списать в качестве затрат. Но если вопросы касаются благого самочувствия человека, то ответы на них имеются, независимо от того, знаем ли мы их уже или еще нет. И просто признавшись себе, что имеются правильные и неправильные ответы на вопрос о том, как достигается благоденствия человека, мы сможем поменять характер обсуждений морали. А как достигается благоденствия человека? Давайте. Ну, допустим, смотрите. Как достичь благоденствия человека? Ну, вот, практика, практика. Нужно что-то практиковать, какие-то, не то чтобы практики, какие-то техники нужны для этого, наверное. Давайте подумаем. Ну, вот, микроволновка, например. Для того, чтобы достичь благоденствия человека, чтобы разогревать мясо не на костре, человеку нужна микроволновка, допустим, Чтобы еду разогревать не на костре, чтобы каждый раз не разводить костер. Чтобы разогревать мясо, например. Вы дарите, конечно же, буддисту, какому-нибудь первому попавшемуся, микроволновку замечательную. А буддист не ест мясо. Он вообще овощи ест. Ему не нужна микроволновка. Мы не достигли благоденствия. Буддист не достиг благоденствия, но еще вас, наверное, мудаком назовет, который, в общем-то, да, не следует Ахимсе. Бывает. Изменить наши расчеты относительно человеческого сотрудничества в будущем. Ну, то есть, нету таких единых методов, которые позволяли бы во всех случаях достичь вот того одного единого самого благоденствия. То есть, благоденствие это самое не является единым для всех. Продолжаем. Как все просто. Видите, люди, как просто. На самом деле все было устроено, а мы почему-то сомневаемся. Например, законодательство 21 штата США разрешает телесное наказание школьников, позволяет учителю бить ученика деревянной дощечкой, причем бить сильно, вызывая большие синяки и ушибы, вплоть до разрыва поверхности на коже. И сотни тысяч детей, между прочим, ежегодно подвергаются этому наказанию. Ну, понимаете, в чем проблема? Когда ученый внезапно переходит на философские темы, то он вот-вот становится таким вот чуваком автоматически, крайне поверхностным, допускающим ошибки, очень легким для критики. И вообще-то практически все вопросы, которые так или иначе являются философскими внутри науки, это методология, например. Интересно, методология, да? Очень важная вещь для науки, но когда ученый начинает о ней серьезно разговаривать, он переходит в области философии. Так вот. Когда ученый переходит в область философии, он становится легким мальчиком таким для битья, как, например, Докинс, ну или вот Сэм Харрис, например. Вот просто вот сидим, слушаем и просто вот подбиваем его постоянно, очень-очень легко, ну потому что он даже ничего не предлагает. Здесь даже не то, чтобы наука доказала. Если бы мы беседовали про какие-то научные факты, действительно, он бы, скорее всего, вынес бы, в общем-то, оппонента, потому что он в этих научных фактах, в той или иной науке, в рамках какой-то своей науки, которой он занимается, допустим, он разбирается лучше, ну или в той науке, которую он больше изучает. Он разбирается лучше большинства философов. В этом смысле, ну, действительно, у него больше шансов победить. Ну, например, если человек-историк и занимается наукой и историей, ну, скорее всего, если мы начнем спорить о том, каким был Сталин, у меня о Сталине, наверное, представления не такие достоверные. А историк уже представляет что-то получше, если он занимается сталинизмом, изучал Сталина непосредственно, его письма, его тексты. В таком случае у историка, наверное, больше шансов хорошо и правильно оценить личность Сталина. Но, с другой стороны, если мы будем оценивать поступки Сталина, оценивать его деятельность и, в принципе, оперировать к одним и тем же процессам и явлениям, для чего вообще не очень, ну, не нужно вообще очень глубоко знать историю, между прочим, ну, вот, то историк здесь тоже становится в слабую позицию, его довольно-таки просто, так скажем, нагнуть, ввиду того, что он не является этиком. Когда мы выводим этическую оценку исторических событий, и при этом, ну, не очень косячим с фактами, не очень, ну, лучше не очень косячить с фактами, мы становимся выше даже историка, мы можем стать выше историка в данном вопросе. Если мы грамотно это делаем, конечно. У историка, конечно, все равно чуть-чуть побольше шансов, потому что у него больше знаний, у него меньше шансов совершить косяк, так скажем. Но он не является этиком, и с точки зрения этики он как раз и будет косячить, он будет совершать неправильные этические выводы. Вообще этические выводы смешно звучит, но вот все равно он будет слаб, он будет слаб. И здесь тоже вот автор слаб. Вот, к сожалению, то, что он вышел за пределы науки такой узкой, который вот обороны, оборона у науки такая стоит, и у них там все-все защищено. Не подходите к нам, все-все хорошо, все правильно, ребят, все супер. Наука это круто, ребят, все, до свидания. Тут хорошая обосновательная база у науки имеется. Именно вот в своих таких фундаментальных положениях. Если начнете критиковать теорию эволюции, вам, в общем-то, подкинут сотни аргументов, немножко вот разного рода, которые вы сходу опровергнуть не сможете. Как тут не вспомнить Панасенкова? Его первая научная, чисто этически-морализаторский трактат. Ну нет, смотрите, там четверть книги состоит из непосредственно восхваления самого маэстро, во-первых. Четверть книги. Вторая четверть книги состоит из обсирания других ученых. Еще четверть книги состоит, видимо, из вот этого вот этически-морализаторского трактата. Может быть, действительно. А еще четверть уже из истории. Ну, кстати, если убрать вот эти вот три четверти, которые не касаются истории, а ставить только историю, ну, хорошая работа, в принципе, могла бы получиться, наверное. Ну, как минимум, на уровне магистрской диссертации, наверное, она могла бы оцениваться очень позитивно. Ну, я не историк, я не могу судить полностью все его исторические изыскания, но вполне так по-научному некоторые моменты написаны ссылками. Вас вряд ли удивит местоположение этих высокообразованных школьных округов. Мы не говорим о Коннектикоте. Аргументация для поведения чисто религиозная. Создатель Вселенной сказал, кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына. Это из Библии, книга-притчи, глава 13, 20 и, кажется, 23. Ух ты, господи. Он вырвал из контекста цитату и точно процитировал, где она находится. Ну, или не очень точно, он как бы оговорился, но неважно. О, господи, как это круто. Прям мощь. Мощь. Сила. И это из какого завета, кстати? Ну, давайте вспомним тоже. Ну, бывает. Ну, а чё нет, как бы? Да, берём просто рандомную цитату из Библии, куча разных написанных книг, разных текстов, разных времён написанных. Ну, давайте брать. Брать в качестве ориентира. И цитировать, внезапно вырывать из контекста. Ну, а чё нет? Бог — это розги, получается, теперь. Но тогда возникает вполне очевидный вопрос. А насколько, вообще говоря, правильно причинять детям боль? Подвергать их насилию и унижению на глазах у других? Вы бы видели, как цитирует Невзоров. Сразу видно семинариста. Да, вот оно. В качестве инструмента стимулирования... Только толка в этом нет. Ну, да, может быть, очень мощная риторика построена, но чисто для верующего человека. Когда вы рандомно цитируете какие-то цитаты из Библии и этим чё-то опровергаете... Ну, лол, конечно. ...здорового эмоционального развития и хорошего поведения. Есть ли хоть какое-то сомнение? ...по ответа на вопрос. Войт полез в философию и обосрался хттпс2e.com и ауту.б салам варам, салам деталюк, салам. Спасибо, что прислал нам ещё одно видео Войта. Мне, в принципе, нравится разбирать его видео, ну, потому что они показательные. Спасибо. Продолжаем с Сэмом Харрисом. Вопрос имеется, и ответ имеет последствия. Многие из присутствующих могут возразить, что понятие благого самочувствия на самом деле не определено и, по всей видимости, будет вечно подвергаться пересмотру, а как тогда вообще понятие благого самочувствия может быть объективным? Что ж, рассмотрим по аналогии с этим понятие физического здоровья. Понятие физического здоровья не имеет чёткого определения, как мы только что услышали от Майкл Спектра. В течение лет оно менялось. Когда вот эта статуя создавалась, средняя продолжительность жизни составляла около 30 лет. Сегодня в развитых странах средняя продолжительность жизни. Нормальный ей тоже тейк. Ну, то есть, ребят, давайте ещё понимать, что, например, какие-нибудь философы, мыслители, богатые люди, не знаю, граждане античной Греции, которые не были рабами, они вполне доживали так себе до 70-80 иногда лет, и нормально. Ну, то есть, много примеров таких мудрецов, полководцев, императоров, которые жили не 30 лет вообще-то. Ну, то есть, честно говоря, ну, то есть, да, понизив смертность среди детей, мы сразу поразительно повысили процент вот этот вот, повысили вот это вот число замечательное. Ну, и смертность тоже порезов немножко, тоже... Она составляет около 80 лет. А могут наступить времена, когда мы настолько научимся манипулировать геномом человека, что неспособность в 200-летнем возрасте пробежать... Сейчас каждый день умирает от голода 400 человек по статистике ООН. Прогресс. ...марафон будет считаться серьезной инвалидностью, и таким людям будут на счет поступать пожертвования. Обратим внимание, что возможность, полноценная возможность пересмотра понятия здоровья сама по себе не лишает его содержательности. Различие между здоровым человеком и мертвецом устанавливается настолько четко и последовательно, насколько это вообще возможно в науке. Потому что это две крайности. ...науки. Различие между убийцей и не убийцей тоже устанавливается, очень ясно. Один убил, другой не убил, как бы. Ну, круто. Две крайности берем, и все круто, хорошо устанавливается. А если мы будем... Ну, то есть, смотрите, да, мертвый, мертвый, это мертвый, и против него находятся все больные люди, вообще все больные люди. Хоть чем-нибудь болеющие. И вообще все здоровые люди. Причем, можно ли вообще сказать, может ли человек вообще быть здоровым? Многие врачи, по-моему, как раз наоборот, говорят, что здоровых людей, в принципе, нет. У тех или иных людей имеются те или иные отклонения. Вот у нас там пишут, в Африке, Латинской Америке, до Индии почти всем жить хуже, чем в Римской империи. Я, может быть, соглашусь, действительно. Средний римский плебей жил лучше обычного индийца. В принципе, тоже согласен. Опять же, смотреть по самым таким вот развитым странам, что вот там вот все хорошо, наука, замечательно, но тоже не стоит. Потому что продолжительность жизни определяется не только медициной, она определяется в том числе еще и гигиеной, например. Не только гигиеной, другими факторами, вообще количеством работы, которую человеку нужно выполнять, и многими-многими другими вещами. Причем, я, кстати, не знаю, как они получили эти замечательные 30 лет. То есть, да, в Риме жили люди в среднем 30 лет. А с чего ты взял? Ты проводил эксперименты? Ты счет ввел? Ты, может, на машине времени туда переместился непосредственно и как бы посчитал количество умерших детей? Откуда ты эти цифры-то просто взял? Ну, 30 лет эти замечательные. Откуда они взялись? Я просто не представляю себе опыт, который мог бы точно поставить, получить вот эти данные. Его невозможно себе представить. Вот и сейчас, да, ведутся такие подсчеты. Действительно ведутся подсчеты, и мы можем в среднем даже забивать целые базы данных и смотреть, когда тот или иной человек умер, в каком возрасте. Скорее всего, погрешность все равно имеется. Смерти не всех людей фиксируются. Не всегда мы можем определить, когда человек умер. И вообще, умер ли он вообще? Можем ли мы определить? Некоторые люди без вести пропадают вообще-то в нашем мире. То есть, погрешность имеется до сих пор. Какова погрешность может быть в Древнем Риме, когда этого никто не считал? Когда никто не вел статистику такого рода? Наука. Тайны. Отмечу еще одну вещь. На ландшафте морали может иметься много вершин. Могут существовать равноценные способы развития и процветания. Могут существовать равноценные способы организации общества с целью максимизации благоденствия человека. Так почему же это не исключает объективность, морали? Что ж, давайте посмотрим, в каком ключе мы говорим о пище. Я никогда не подумаю заявлять, что все должны прийти к одному правильному выбору диеты. Ясно, что есть целый спектр продуктов, из которых можно составить здоровую диету. Но при этом есть четкое различие между приправой и отравой. Само по себе многообразие... Опять крайность... ...верных ответов на вопрос, что такое пища, никак не дает нам повода утверждать, что в области питания человека никаких истин быть не может, а потому и нечего стремиться их познать. Так вот. Ну, например, я хочу вкусно кушать. Там, я иду в Макдональдс. Да, я стану жирным, но я буду кушать. Вот мое благоденствие. Я хочу вопер с четырьмя котлетами, например. Очень вкусно, очень питательно, очень замечательно. Но я стану толстым потом. У меня выбор такой. Между моим благоденствием сейчас и между моим благоденствием потом, когда я буду там худым, замечательным, таким веселым. Сколько благоденствий с воперами, с четырьмя котлетами я потрачу на то, чтобы остаться худым? Ну, понимаете, да? Интересно. Кстати, странно, что в своих нападках на науку вы не вспомнили квантовую физику, которую никто не понимает. С квантовой физикой все очень сложно. Поэтому нафиг ее. Ну, то есть, ей занимается не большинство ученых. В ней какие-то исключения постулируются, опять же. Это неоднозначная очень сфера. И действительно, ее никто не понимает. И это ученые сами признают. И строят довольно-таки странные математические модели на базе вот этого. Ну, и неинтересно как бы спорить с квантовой физикой ввиду вот этого всего перечисленного выше. Ну, ученые сами типа понимают, что они ничего не понимают там. Что им там показывать? Ну, вот вы неправильно трактуете квантовую физику. Они скажут, а ты как ее трактуешь? Давай-ка нам свою квантовую физику куда? Интереснее разобраться с более такими вот очевидными вещами, которые, наоборот, считаются всеми правдивыми. В этом резон, в этом интерес. Да, получается, что религиозные, мистические интерпретации квантовой физики настолько же обоснованы, как и всякие научные, что никто не опровергает. То, что невозможно опровергнуть на данный момент, потому что да, ну, все логично здесь действительно. Ложь должна считаться злом всегда. И если выяснится, что существует исключение, то значит понятие истины в универсальной морали отсутствует. Че? Почему мы должны так думать? Возьмем для сравнения шахматы. Если хочешь быть хорошим шахматистом, то нужно придерживаться каких-то принципов. Например, никогда не терять ферзя. Но этот принцип, естественно, допускает исключения. Есть такие ситуации, когда потеря ферзя — блестящий ход. Есть такие ситуации, когда потеря ферзя — единственный разумный выход. Но это никак не мешает тому, что в области шахмат царит объективность. Тот факт, что исключения имеются, никак не влияет на объективность. Нильс Боро трактовал ее буддийски, Гейзенберг платонически и далее. Да, кстати, текст Гейзенберга про сравнение атомизма Демокрита и Платона я читал. И там действительно платоническая трактовка присутствует. Действительно согласен. И это подводит нас к обсуждению движущей силы тех мероприятий, которые предпринимаются в власти морали. Рассмотрим, например, большую проблему обнаженного женского тела. Что с этим делать? Не обнажать. Один из выходов — покрыть женское тело с головы до пят. Так вот, позиция нашего интеллектуального сообщества вообще говоря такова. Что ж, нам это может не нравиться, и мы можем считать это неуместным в наших университетских центрах. Но кто нам дал право говорить, что гордые наследники древней культуры поступают неправильно, когда они принуждают своих жен и дочерей жить в мешках из тканей? Кто нам дал право говорить, что они поступают неправильно? Ну, чувак формально тоже находится в мешке из ткани. Я тоже нахожусь в мешке из ткани, у меня только голова по сути не покрыта. Ну, сейчас, давайте я сейчас что-нибудь придумаю, свитер возьму, смотрите, всё. Всё, я теперь мусульманка, ребят, всё. Сейчас, вот так вот. Всё, ребят. Всё, что изменилось у меня, ну вот, в общем-то, вот, всё. Я теперь ниндзя, как бы. Вот. И никаких проблем. Я, правда, дышать не могу. Сейчас. Неправильно, даже когда... Физика всегда была царицей сиентизма. Оказалась сейчас бастионом идеализма с квантовым сознанием. Да, квантовым бессмертием, который опровернуть научно нельзя. Да, физика, она всегда была самой абстрактной, самой такой философской из всех наук, и это просто, ну, это обычное дело. Да, это действительно, это образец для других наук. И это, наверное, одна из самых больших слабостей науки, потому что физика является образцом. Такой физикализм в итоге ещё возник. Истинно, брат, это вера в ислам, вечная милость, Аллаха, мирам. ...обьют их стальным тросом, или выплёскивают им в лицо кислоту, если они отказываются от чести задыхаться таким способом. А кто нам дал право не говорить? Кто дал нам право делать вид, как будто мы настолько плохо понимаем, что составляет благое самочувствие человека, что мы должны... Ну, относительно одежды, я как понимаю, проблема заключается этой самой одежды, такого полного покрытия, преимущественно в том, что в арабских непосредственно регионах, ну, там вот, у них с погодой всё очень плохо. Там жить непокрытой одеждой, там, по-моему, довольно-таки сложно. Вот с таким провалом в центре он притащился в этику. Лучше бы интерпретировал квант вверх, но этика... Этика это просто... Лучше бы он не пытался, честно говоря. Ну, ладно, ну, можно, он попытался построить такую биологическую этическую концепцию. Ну, маргинал тоже пытается, не знаю. Учёные говорят, что, не знаю, зиготы это тоже человек. А какому виду она принадлежит? Скажите-ка мне, пожалуйста. При этом маргинал, в отличие от Сэма Харриса, он, по-моему, не отрицает гильотину Юма. Ну, это чтобы вы понимали. Сэм Харрис, ладно, он вначале говорит, всё, гильотина Юма — это полная чушь. Ладно, противоречия здесь уже нет. У маргинала в его позиции с абортами там противоречие лежит просто в корне. Ну, как бы на поверхности. Я не знаю, почему этого люди не замечают, но как бы это вот так вот. Люди должны воздерживать оценки подобной практики. Я не говорю о тех случаях, когда лицо покрывают добровольно. Я считаю, что женщины вправе одевать всё, что им хочется. В смысле? В смысле не добровольно. Ну, то есть... Это культурная, традиционная одежда в исламе такая, дружок. Ну, то есть... Это нормально. Но что такое добровольно в условиях такого общества? А почему он в костюме, у меня вопрос. Почему вот... Что такое добровольно в условиях европейского общества нашего, американского, западного, неважно. Почему мужчина должен ходить в костюме? Почему я в костюме сижу? Почему я вообще не могу здесь взять и раздеться? Это же Твиттер. Почему он меня... Твич, точнее. Почему Твич меня ограничивает? Почему я не могу вести стримы голый, например? Мне, например, тепло сейчас, жарко. Я бы с удовольствием разделался. Но вот почему-то Твич мне не разрешает это сделать. Почему это так работает? Почему на меня оказывается давление такое ужасное? Я не понимаю. В котором в случае износить... Моё благоденствие было бы, в общем-то, лучше, если бы я сейчас сидел без одежды. ...силование девушки... Первое побуждение её отца довольно часто — это убить дочь, чтобы смыть позор. Ну, вообще, на самом деле, не очень хорошо, конечно. Наверное. Но мы не поддерживаем на нашем канале такие вещи, но... Представим себе на минуту весь ужас такого положения дел. А если ты голый пробежишься по Сан-Франциско, дружище, то тебя менты заберут. Может, ещё и застрелят, кстати, если ты агрессию случайно проявишь. Но если им покажется, что ты проявишь агрессию... Эх... Вы можете перейти на вебкам-площадку для голого стриминга. Вам там задонатят больше, и девушек прибавится. Вашу дочь изнасиловали. И у вас возникает намерение убить её. Ну, я философию хочу продвигать, а не тело. Понимаете, в чём дело? Но можно продвигать философию голым. А оказывается, нельзя. Запреты, запреты. Кругом одни запреты. Какова вероятность того, что перед нами лицетворение одной из вершин развития человека? Так вот, говоря это, мы не утверждаем, что... А наука начнётся где-нибудь, в общем-то, на что бы мы как-нибудь это... Науку разобрали, что ли? Он просто пока риторику какую-то ведёт, даже плохую с точки зрения этики. ...что наше собственное общество предлагает идеальные решения. Чувак находится сейчас в таком классическом костюме вполне. Если его изнасилуют, кстати, может быть, он даже совершит самоубийство, потому что не сможет это пережить. Тоже культурная такая вот вещь. Не сможет пережить позор. Может быть, а может и нет. Сам Харрис, я же не знаю, может быть, он гей вообще. И мы этого... Ни в коем случае мы, в общем-то, да, плохо к этому не относимся никак. Ну вот. Ну вот, получается-то что? Вот, например, как выглядит... Конечно, я утрирую немного в данном случае. Да, можно продвигать философию тела, как Слутердайк, комментарий. Можно. ...газетный киосок практически в любой точке цивилизов... Блять, сука, сейчас, блин, прошёл нахер. Чё ты делаешь? Блин. Но, если принять созерцательный настрой, то давайте спросим. Насколько такая... Чуваке, это не смешно сейчас было, потому что я боюсь. Ситуация полноценно отражает психологический баланс между такими факторами, как молодость, красота и женское тело. Хороша ли такая среда для развития наших детей? Блин, чувак, убери это. Скорее всего, не очень. Значит, возможно, на протяжении того спектра... ...есть место между двумя крайностями, где представлен более сбалансированный вариант. О боже, сейчас будет философия мира Аристотеля. Смотрите-ка, оригинал. Возможно, есть много таких мест. Мы действительно, с учётом прочих... ...это было вот отвратительно. ...изменений в человеческой культуре на ландшафте морали может измениться множество вершин. Но следует помнить, что имеется намного больше способов не оказаться на вершине. Лично для меня ирония ситуации заключается в том, что единственная группа людей, которые, в общем, согласны со мной и считают, что на вопрос морали бывают правильные и неправильные ответы, это религиозные демагоги. Да, действительно. Демагоги. Как будто бы он сам сейчас не занимается чистой такой вот риторикой демагоги. Но он, по сути, ничего не доказывает. Он взял постулат. Постулат таков. Вот наша цель. Как добиться этой цели, мы знаем. Все. Все просто. Этическая проблема решена. Можно всего этого было вообще не говорить, и голых теток, кстати, тоже не выкладывать, кстати. ... или иной масти. Конечно, они считают, что правильные ответы на вопросы морали именно у них, потому что им было дано услышать голос сквозь бурю. А чувак считает, что в ответы на вопросы морали именно у него, потому что он, в общем-то, ученый, типа все дела, наука, логика, факты. А не потому, что они дошли до ответа через глубокий анализ обстоятельств и причин благого... Ой, глубокий анализ обстоятельств и причин, но мы уже увидели этот глубокий анализ. Замечательно, супер. ... самочувствие человека и животного. Вообще, большинство людей рассматривают вопросы морали сквозь призму религии и... А религия, ну, она вообще суперповерхность. Все религии суперповерхность. Типа, да? Ну, наверное, так понимает это автор видео. ... продолжительность такого положения дел привела к обособлению большей части диспутов о морали от обсуждения реальных вопросов, страданий человека и животных. Вот почему... А-а-а, животные, что здесь? Ну, в смысле, люди без... Животные без человека, они жрут друг друга, они друг друга убивают. Ну, и с человеком тоже. Ответы на вопросы морали у меня, потому что я комментатор стрима Shadow. Да, давайте любые ответы на вопросы морали. Какая разница? Вот тут чувак вам показывает вообще все, что угодно, можно делать и вообще не париться, как бы. Берете любой тезис в самом начале. Ну, вот, наша моральная цель – это съесть бутерброд, например. Все. И ради этой цели мы должны делать все, что угодно. Поэтому первая добродетель – это кусочек мяса. Вторая добродетель – это кусочек хлебушка. И третья добродетель – это маслица. Все. Все логично, понимаете? Вот тут отлично. Супер. Почему мы тратим столько времени, обсуждая брак между геями, скажем, а не геноцид, распространение ядерного оружия – бедность? А потому, что ядерное оружие появилось благодаря науке. А как бы. Поэтому мы не обсуждаем его. А если мы будем говорить, что ученые его изобрели, ученые начнут говорить, нет, его изобрели, это все политики во всем виноваты. Мы просто хотели сделать что-то хорошее, хорошую штуку хотели сделать. А получилось ядерное – бомба. Или прочие проблемы исключительной важности. Вот геноцид – это да, это. Только надо сразу на крайние штуки обращать внимание. Я хей пожилой. Приветствую всех пожилых. Но в одном демагогии правы. Необходимо достичь всеобъемлющего понимания человека. Чувак, давай анализ. Вот если он мне даст анализ сейчас свой научный, мы его хотя бы разобрать сможем. Вот как это все логически или нелогически выводится из фактов непосредственно. До тех пор, пока идет просто болтовня, он сам очень похож на тех самых демагогов. Притом нужно понимать, что значительная часть психологических трактатов так или иначе на протяжении значительной части истории были написаны христианами. Ну, то есть это может быть сюрприз для некоторых людей. Да, христиане долгое время занимались наукой непосредственно. Ну, то есть, видимо, они тоже были демагогами или нет. И как наука вообще развивалась внутри христианства. Ну, по сути-то, много веков наука развивалась внутри христианства. А как она там качественно развивалась, улучшалась, совершенствовалась. И в итоге стала тем, что она вот есть сейчас, если все там было очень плохо. И там были демагоги вот эти вот все. Непонятно. Так а что же этому препятствует? В первую очередь надо заметить, что при обсуждении вопросов морали, особенно в светских, академических, научных кругах, для нас характерна особая позиция. Мы дорожим различием мнений по вопросам морали, так как ни в какой другой власти жизни. Так, например, у Далай-ламы каждое утро начинается с медитации о сострадании. Он убежден, что помощь другим является неотъемлемой составной счастья человека. С другой стороны, такие типы, как Тед Банди. Тед Банди любил похищать, насиловать, подвергать пыткам, убивать молодых девушек. Итак, налицо реальное расхождение мнений по поводу полезного времяпрепровождения. Отношение большинства западных интеллектуалов к этой ситуации таково. Нет никакой возможности утверждать, что Далай-лама в чем-то совершенно прав, а Тед Банди в чем-то совершенно неправ, если условится, что диспот должен вести... А, стоп, 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 получается, стой, подожди, Сэм, Харрис, у меня вопрос к Сэму Харрису, а вот, ну, Тед Банди, у него же, когда он убивал и воровал, в общем-то, людей, женщин убивал, у него же благополучие получается рассложит, да, наверное, вот это вот ментальное, о котором говорилось ранее. По данному критерию он поступает совершенно этично, абсолютно этично. То есть Сэм Харрис предложил такой критерий, в соответствии с которым поведение Теда Банди является абсолютно этичным. Далай-Лама, да, он даже пообещал, что если наука в чем-то опровернет буддизм, то буддизм примет научное решение. Да, смешно. Ну, просто буддизм уже давно опроверг науку в целом. Если бы Далай-Лама, в общем-то, да, не занимался пиаром, наверное, он бы такого не сказал. На основе чисто научных доводов. Ну, в смысле, буддизм отрезал все пути того, чтобы наука его как-нибудь опровергла просто. Как бы, а что делать? Одному нравится шоколадное мороженое, другому ванильное, и ни один из них не сможет сказать ничего такого, что для другого было бы убедительно. Заметим, что в науке мы такой позиции не придерживаемся. На левой фотографии Эдвард Виттон. Он физик, специалист по теории струн. Спросите у самых умных среди знакомых вам физиков, кто сейчас самый умный физик, и как подсказывает мой опыт, одна половина вам скажет, что это Эд Виттон. Другая половина скажет, что им не нравится вопрос. Так вот, что будет, если я выступлю на конференции по физике и скажу, теория струн халтура. Она не находит отзвука в моей душе. Рассматривать микромир в таком ракурсе я не желаю. Это не в моем вкусе. Норм. Ну, это не смешно, это норм. От этого заявления просто ничего не изменится, потому что я не физик, и я не понимаю теорию струн. Для теории струн я Тед Банди. Я не хочу состоять ни в каком клубе теории струн, даже если они согласятся принять меня. Так ведь об этом же и речь. Какую-то часть мнений необходимо исключить, как только разговор пошел о фактах. На этом основана любая область компетенции. На этом основана роль знаний. Как так получилось, что мы убедили себя, что в области морали нет... Да, кстати, интересно, почему он выступает на тему этики, не являясь при этом этиком. То есть у нас есть определенное этическое образование, в России даже есть этические факультеты, факультеты этики. Почему человек, который не разбирается в этике, ну, если он такой компетентный, замечательный, объективный, потрясающий, почему-то выступает, да, на этическую тему. Таких вещей, как компетенция по вопросам морали, талант по вопросам морали, или даже гений по вопросам морали. Как так получилось, что мы убедили себя в том, что необходимо учитывать любое мнение? Как так получилось, что мы убедили себя в том, что у любой культуры есть по этим вопросам своя точка зрения? Потому что у любой культуры есть по этим вопросам своя точка зрения. Которой нужно считаться? Ну, не факт, что с ними нужно считаться, но у каждой культуры просто по факту есть такой факт, есть такая логика, из которых, в общем-то, следует, что у каждой культуры так или иначе есть своя совокупность тех или иных этических воззрений. Притом не то, чтобы у каждой культуры, внутри каждой культуры Сразу одновременно существует по несколько этических систем. У человека, который обрабатывает поле одна этика, у торговца немного другая этика, у правителя этого государства третья этика, у солдата четвертая этика. И так практически во всех непосредственно культурах, во все времена. Вот как-то так это работает. Ну, ладно, может быть есть исключение, где у всех одна этика. Ладно, допустим, такое есть. Но это тоже отдельная культура получается. Вот это факт. Вот это, например, факт. Давайте, давайте, что из этого факта может следовать? Что мы должны плохо кому-то относиться из этих культур? Или наоборот хорошо? Или что? Что из этого следует? Вообще, что из этого следует? Боже мой, научно, я не знаю. Я просто прет, я не могу понять. А что, у Талибана есть на физику своя точка зрения, с которой нужно считаться? Нет. А как так полу... Как так получается, что их невероятность... Они вроде бы и не пытаются физику, в общем-то... ...не бросаются в глаза, когда речь заходит о благом самочувствии человека. Так, Талибан, это... Это же сейчас я вспомню. Это террористическая организация, правильно? Их расстреливают нахер. Ну, в смысле? Ну, чувак, ну, че-то. В смысле, да. Этих людей подвергают расстрелянию непосредственно, ну, потому что они террористы. То есть, тебя за неправильную концепцию физики никто не подвергнет расстрелянию. Никто не расстреляет тебя, понимаешь? А за то, что ты террорист, тебя вполне... За тобой охотится весь ОМОН, в общем-то. Весь спецназ американский за тобой охотится. Армия США за тобой охотится. И Россия еще сверху за тобой армия охотится. Все за тобой, в общем, охотятся и хотят тебя убить, понимаешь? Если ты исповедуешь неправильную этическую позицию. Ну, вот просто вот, чтобы, наверное, человек знал о том, что существует война с терроризмом. Такая вот. Итак, я считаю, что сегодняшнему миру необходимо вот что. Необходимо, чтобы такие люди, как мы с вами, признали, что на вопрос о человеческом благоденствии... Риторический прием, он апеллирует к людям. Ну, вот представьте, я рассказываю вам вот эту статью про науку. Говорю, ну, такие люди, как мы с вами, мы же не верим в науку, правда, друзья? А ведь наука это полная ерунда. Хе-хей. Вот это вот такой же риторический прием. Потому что я должен понимать, что вообще-то среди зрителей, наверное, есть множество людей, которые со мной не согласны. Имеются ответы верные и ответы неверные. И что мораль относится к такой области фактов. Отдельные личности и даже целые культуры могут строиться на неверных вещах. Иными словами, может оказаться, что их убеждения и пожелания неизбежно приводят к ненужным людским страданиям. Ну, относительно такого умеренного ислама... Ну, а то просто привел здесь ислам. Неправильные вещи, там, бла-бла-бла. Умеренный ислам, он довольно-таки умеренный. И он распространен в большей части земного шара. Ну, то есть, есть радикальный ислам, да. Но это не ислам в целом. Приводить исламистов некоторых... В общем, неправильно. Это неправильно, по сути. Ну, то есть, не все мусульмане террористы. Это очень простая мысль, наверное. Ну, просто в контексте, да, в общем, видео, наверное, надо это проговорить. Не все мусульмане террористы. А с другой стороны, не все мусульмане очень жесткие верующие. Прям вот очень жесткие, что вот прям вот вообще. Есть значительное количество стран исламских, в которых все, ну, приемлемо, хорошо. И отношение к людям хорошее. И в некоторых исламских странах люди даже обычную одежду носят непосредственно. То есть, ну, не все вообще перекрыто. Простое признание этого перенаправит наше рассуждение о морали. Мы живем в мире, в котором границы между странами... Ну, покрывать волосы, например. Ну, лол, ну, платок. Носи себе платок и прячь свои волосы, будучи женщиной. Ну, как бы все. Все, все. Катис одежды, и все, закончилось. Камнями тебя тоже забьют, наверное, ну, маловероятно, что забьют тебя. Камнями в современной, такой качественной, развитой исламской стране. Исключение, наверное, есть, но... Это не является, в общем-то, тем, что постоянно происходит. Странами несут все меньше и меньше смысла. И когда-то они вообще потеряют смысл. Мы живем в мире, полном разрушительных технологий, а изобретениям обратного хода нет. Они останутся навсегда. И всегда будет легче ломать, чем строить. Поэтому мне абсолютно очевидно, что колоссальным различием в области благого самочувствия человека мы не можем относиться с большим уважением и терпимостью, чем с тем уровнем уважения и терпимости, который мы проявляем колоссальным различием в областях, связанных с распространением заболеваний, со стандартами строительства и с безопасностью полетов. Мы просто обязаны прийти к единому мнению относительно ответов, которые мы даем на важнейшие вопросы человеческой жизни. И чтобы добиться этого, мы должны признать, что на эти вопросы ответы имеются. Благодарю вас. Ответы имеются, окей. Ну то есть, опять же, берем критерий изначально, который был предложен. Самочувствие, благое самочувствие. Вот это замечательный критерий. Кто-то мазохист, кто-то садист. У них разные критерии этого самого благого самочувствия. Какой истинный ответ здесь подразумевается? Ну просто логики обычно этику убирают из рассмотрения. И не зря это делают вообще-то. Потому что в логике истина и истинный ответ, ну нет, все-таки. Обычно не рассматривается это таким образом. Истинный ответ в логике, ну может быть, наверное, только в рамках какой-нибудь религии. Ну потому что есть некое божество, нечто великое, нечто очень крутое там. И оно не спасало нам этические положения. И только в таком контексте эти этические положения могут являться истинными. Если нам никто эти истины как бы не спасал, то есть нет этих самых истин, которые нам спасал этот какой-то крутой бог, то как мы можем здесь опираться на похожую концепцию? Что вот все вот так вот замечательно. Что есть истины, вот эти их можем как-то открыть. Он их, правда, не обозначил и даже не наметил, но вот привел несколько крайностей очень таких вот жестких, очень различающихся. Ну что, типа Тед Банди и там ученый какой-то. Ну вот, ну вот. Так, тут комментарии. Мне кажется, что он просто туповат, иначе бы его вкус всосал против такого выступления на Теде. Тед это площадка туповатых хипстеров. Согласен, там даже Арчет, например, выступал современный поэт, и он тоже, и даже не очень, не немного, но он действительно очень глуповат. Тедовская риторика действительно по большей части слабая. Я в начале своей ютубовской карьеры разбирал пару видео с Теда. Они очень слабые, они почти все очень слабые. И видео Сэма Харриса, наверное, одно из самых сильных видео на Тед, которые я вообще в принципе смотрел. Оно не очень сильное, оно довольно-таки слабое, честно говоря. Но оно одно из самых сильных, которые я здесь видел. Торжество, поверхностность, невежество и морализаторство. Ну, я согласен, Тед очень слабый канал просветительский. Прям невероятно слабый. Метафистическая горилла. Бу. Бу. Вот, когда ученые лезут в философию, их слушают разину в рты, пусть что тупо якобы авторитетом. Да уж. Ну, вроде того и есть, да, авторитет ученых, он выше авторитета различных философов, особенно этиков. И поэтому, да, скорее всего, Сэма Харриса больше народа послушается и будет, в общем-то, следовать вот такому воззрению. Ого, смотрите, все встали. А давайте покажем еще видео, где они все плакать будут. Ну, потому что это было очень сильное выступление. Спасибо. Тоже надо встать, друзья. Тоже встали. Окей, я проплачу. Да, вся маршрутка плакала. Так и есть. Да. Спасибо.